Всем привет еще раз. Меня зовут Наталья Василенко. Я дубнет-разработчик в компании Сусор Кабмистрон. И сегодня я хочу поговорить на тему рефакторинг to pattern. Здесь уже звучало много разных докладов о рефакторинге. Мы говорили и о том, что такое рефакторинг и зачем он нужен и когда нужно рефакторить. Также говорили много о том, что нужно обязательно писать тесты, когда мы рефакторим и как мерить наши усилия, какие метрики применять и какие-то узы использовать. Я надеюсь, что все помнят, о чем говорили или, если хотите, можете пересмотреть презентацию, поэтому эти темы я покрывать не буду. А поговорим мы о том, как проводить рефакторинг с помощью простых паттернов и какие маркеры могут помочь нам понять, как лучше изменить класс и что использовать как паттерн, который нам поможет. В ходе презентации мы будем много практиковаться, ну точнее практиковаться буду я, а вы посмотрите. Но начну я с предыстории. Я вам сейчас покажу кусочек кода, с которого началась моя любовь и уважение к рефакторингу и на котором мне удалось вдоволь попрактиковаться. Понимать этот код не обязательно, вчитываться в него не надо, но просто прочувствуйте. Это один метод. Здесь вот у нас есть чудесные операции со строками. Здесь немножко дублирование замечаем с предыдущим кусочком. Есть магические числа, которые никому ничего не говорят. Куски закомментированного кода. Операции с мемористримами здесь же тоже, с видмапами. Все здесь, чтобы далеко не ходить, чтобы все было всем понятно, видно. Где-то был пустой тройкетч, я наверное его уже пролистала. И где-то был еще классный такой, тоже наверное пролистала, классный такой в самом гуще событий. Вот такой вот континью. То есть вот при каких-то очень хитрых обстоятельствах мы из этого большого цикла выходим. Но это очень не очевидно. Я понимаю, что это, наверное, не самый страшный случай. Вы со своей практики расскажете мне еще более монструозные вещи. Но это то, что было у нас. Значит, это счастье, это 783 строки кода, 46 локальных переменных и 63 if statement. И вы представляете, сколько это багов. И вспоминается такой классный твит о том, когда фиксишь один баг, появляется два. Фиксишь еще два и появляется четыре. И вот так вот. Зато все сработают. Девелоперы сработали, тестировщики сработают, все хорошо. Вот. В общем, рефакторили мы этот класс, рефакторили. И вот что у нас получилось. У нас получилось две строчки. Ну, конечно, код никуда не делся. То есть он весь на месте. Но он весь теперь аккуратненько разложен по классам. И каждый выполняет какие-то свои функции. Здесь все равно есть место для improvement всегда. Но вот так получилось у нас на какой-то n-ной итерации. И, к слову сказать, такой рефакторинг позволил нам уменьшить основное время процессинга основного флоу приложения на 40%. Хотя рефакторинг не должен менять поведение системы, но так как многие куски этого кода были на самом деле не нужны, то есть они выполнялись, но их результат не был нужен для данного кейса, то просто путем того, что этот код теперь не выполняется, у нас вот так вот все выросло. А делалось это все с помощью самых обычных техник. Мы не будем останавливаться на том, как выделить метод, выделить класс, переименовать переменную, выделить константу. Это очень на самом деле важно. И на самом деле это составляет обычно 80% рефакторинга, но думаю, что с этим все справляются и сами. А поговорим мы о том, какие паттерны мы можем использовать в ходе рефакторинга. Первый наш случай это будет фасад. То есть у нас есть большой класс и он наверняка, код в нем разношерстный и выполняет самые разные функции. Первым делом, что нам нужно сделать, это разделить его на вещи поменьше. И таким образом, хотя бы уменьшить сложность этого класса, получить n классов со сложностью минус 1. Примеры я буду показывать на C-шарпе, но надеюсь, что это не помешает понять, что именно я хотела сказать. Примеры, конечно же, будут не очень большие, скорее маленькие. И всегда есть место для улучшения. То есть прошу меня не винить, если вы увидите, что можно что-то сделать еще, или что что-то делается не совсем по фуншую, как говорится. Но вот как есть. Так, посмотрим на первый примерчик. Сейчас на нижнюю ступень. Есть у нас класс под названием промокод Helper. В чем идея? Есть какие-то айтемы, которые можно продавать человеку, которые юзер покупает. Но также есть промо-акции, которые накладываются на цену этого айтема по определенным правилам. И вот этот класс позволяет нам наложить вот эти вот дискаунты по определенным правилам. Что мы видим с точки зрения кода здесь? Видим два метода публично. Validate промокод и apply промокод. Видим, что validate что-то валидирует, а потом что-то происходит с этим промокодом. И вот есть приватный метод, который используется только здесь. То есть что бы сделала я? Я бы сделала один класс из вот этого для начала и второй класс из вот этого. Мы сейчас сами так и сделаем. Так, вот мы его уже перенесли, теперь мы создаем какой-то промокод. Так, мы сразу же делаем интерфейс для нее. Вот все, випка. Поэтому теперь в этот промокод helper Электим валидатор. И метод validate превратится. То же самое мы проделаем быстренько с apply промокод. Вот, назовем его по рому. Процессор. Мы же в цене промокод, который в процессор. Встретим. Вот что у нас получилось. У нас все те же два метода. У нас все тот же код внутри класса валидатор и процессор. Но теперь они разделены на два, и мы можем рефакторить каждый день. Это может даже делать два разных человека. И как минимум, если мы знаем, что проблема с тем, что что-то не валидируется, то есть бах, валидация, мы смотрим в валидатор. Если проблема с расчетами, мы смотрим в процессор. Для сравнения сейчас покажу вам, что было и что стало. Вы успеваете следить? Я не слишком быстро, не слишком непонятно рассказываю. Все ок, хорошо, отлично. Юрий, у меня есть вопрос по существующему коду. Ну, на мой взгляд, здесь больше выглядеть не на фасад, а на разделение ответственности на два класса. То есть, поскольку у нас класс выполнял две разных функции, ну, вернее, две разных ответственности было, мы разделили их на разные классы, которые отвечают за одну ответственность. Фасад подразумевает предподготовку каких-то данных для работы со сложным объектом. И здесь, на мой взгляд, мы не реализовывали фасад. Да, я согласна с вами. И это то, что я говорила, что, ну, это так все громко сказано, что используем вот прям чистый паттерн фасад или что-то. Но если идти дальше, или если у нас был класс побольше, то наверняка нам бы понадобилось какую-то сложную логику выносить, преподготавливать, и у нас бы получился реальный фасад. То есть, ну, как в том классе, который я вам показывала, на струозном у нас, получился фасад, который вначале процессил, передавал следующий и так далее. Здесь, да, действительно, разделение обязанностей. Но это то, что я могу вам сейчас показать, в том плане, чтобы мы все поняли, зачем. И чтобы мы понимали, что если у нас большой-большой объект, то, возможно, стоит посмотреть вначале в сторону разделения обязанностей, потом, если у нас еще какие-то есть припроцессинге, большие штуки, то, может, это будет что-то типа фасада. Спасибо за вопрос. Спасибо. Так, и таким образом мы достигаем нескольких целей. То, что классы, которые мы выделили, теперь выполняют одну функцию. Ну, там еще есть значение ввода этих классов, но хотя бы так. Наш большой объект меньше зависит на разные тонкости. То есть туда теперь не нужно референсить очень много всего, потому что это делается внутри созданных классов. Скрываются также депенденсии и детали имплементации, потому что они уже внутри. То есть они теперь открыты тем внутренним классом, но закрыты от внешнего. Вот. Идем дальше. У нас есть вот такая вот штука. Если в каком-то классе встречается частое повторение вот такой конструкции, она может выглядеть if else, она может выглядеть свечом, но по какому-то внутреннему полю класса происходит изменение его поведения. То есть какая-то переменная на самом деле определяет поведение класса. То в таком состоянии, возможно, мы можем это сделать в патерном состоянии. Хотя, опять же, здесь будут вопросы. Это не совсем состояние по фуншу, но сейчас мы увидим. Так. Здесь вообще крайне маленький примерчик. Есть класс, внутри которого есть поле, и это поле определяет его поведение. Обычно, ну, конечно, если у нас будет такой класс, не вряд ли будет, не будет рефакторить. Он и так понятный, и, ну, возможно, то есть не стоит затраченных усилий совершенно. Сейчас мы здесь нагородим классов, фабрик там такое. Но часто бывает, что у нас сплошь по всему коду класса, который очень большой, там, 500 строк, не знаю, и, ну, сейчас таки и в что-то, то мы делаем одно, иначе другое. Это может быть if disabled. Или if is active и вот такие вот штуки. Что мы делаем? Мы говорим, что этот класс находится в каком-то состоянии в каждом моменте времени. Он находится либо в edit моде, либо в view моде. Ну, и здесь опущены методы, которые, собственно, сетят этот edit мод в каких-то других местах, когда объект переходит из одного состояния в другое. Соответственно, мы создаем edit state. Эта штука. И сейчас для юности. Теперь вместо переменной isEditMod у нас сразу должен появиться iArticleState. Потому что в тот момент, когда мы будем менять переменную isEditMod, на самом деле у нас уже нет этого поля, мы будем создавать, переводить наш объект в новое состояние, то есть создавать новое состояние. И тогда у нас, возможно, вот такая вот работа. Такую штуку мы использовали, когда как раз у нас была форма, ну именно такой случай был, то есть был EditState и ViewState. Но это был огромный тоже класс, в котором очень сильно менялась логика от того, мы сейчас что-то edit или мы сейчас что-то показываем. И эта штука нам очень помогла. Я не знаю, насколько мой пример помог вам понять, что именно, какие именно задачи решать лучше всего с такой штукой. Но как минимум, если вы видите конструкции типа if, else, и если это переменная является маркером состояния объекта, то можно посмотреть в сторону патерна состояния. Вопросы. Что мы добиваемся? Это опять же мы уменьшаем количество зависимости, то есть у нас, возможно, в разных состояниях совершенно разные зависимости между объекту и потому, что он выполняет разные функции в этих состояниях. Соответственно, объект может не знать об этом всем, но его состояние, каждое состояние будет знать о своих зависимостях. Другой похожий случай, в принципе, наблюдается, когда у нас есть много конструкций типа switch по какому-то типу и мы делаем какие-то вещи. То есть в зависимости от типа мы выполняем те или иные алгоритмы работы с объектом. Здесь часто помогает pattern strategy. Посмотрим. Посмотрим на него. Здесь опять нас встречает наш промокод валидатор. Если вы помните, мы когда выделили фасад, мы здесь сделали валидатор. Вот он такой у нас. Но здесь у нас все равно есть какие-то такие конструкции интересные. Вот мы их видим вот здесь. Мы сейчас на них, с ними что-то попробуем сделать. Вообще возникает идея, что этот класс не совсем, то есть можно его отрефакторить. Потому что при добавлении нового schedule type, schedule type это какой-то NM, нам нужно пойти в валидатор и добавить сюда что-то. Здесь вот сейчас if else, наверное, нужно будет изменить на switch, при этом можно что-то потерять, такое случается. И покрыть тестами, ну это все возможно покрыть тестами, но было бы хорошо покрыть отдельно этот случай, отдельно этот, чтобы ничего не мешало. Поэтому мы сейчас попробуем воспользоваться стратегиями, то есть данные обрабатываются в соответствии с каким-то алгоритмом, если schedule type равняется тому или иному значению. Так, соответственно, у нас есть. Вот так вот. Включи. Так, вот такая у нас стратегия. А вторая называется Specific Time. Здесь вторую часть для специфика. Для интерфей. Теперь нам нужно каким-то образом получить эту стратегию. Можно, конечно, оставить на месте этот if-else и здесь же ее прямо создать, но мы для этого воспользуемся таким вот себе самым простым, с персонализацией фабричного метода. Мы будем создавать его через фабрику. Продолжение следует... Великой стратегии. Великой стратегии. Великой стратегии. Подписывающая стратегия. Подписывая 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 стратегия. Мы делаем все просто, мы не делаем ничего, мы просто возвращаем, что все ок. И теперь мы можем делать следующее в нашей фабрике, не возвращать null, а по дефолту возвращать. И теперь мы можем не проверять null, но опять же, это спорно. Теперь неизвестный Schedule Type придет к тому, что ничего не произойдет с null. И если это наш бизнес-кейс, то нам поможет вот такая штука. Если же наш бизнес-кейс, что при неизвестном Schedule Type нужно обязательно кричать, что аляру, аляру, то нам нужно бросать exception. Да, можно сделать это в фабрике. Соответственно, фабрика сразу скажет, что она приняла что-то недопустимое. Дмитрий, это ответил на ваш вопрос? Да, спасибо, это ответ. Ну, как бы у меня просто вопрос был о том, что если фабрика отвечает за обработку типов определенных, то по-хорошему она должна говорить, какие типы ей неведомы и не ломать при этом клиент. То есть, просто выдавать ему информацию в виде, ну, например, null object очень элегантное решение, либо же, возможно, просто exception говорить, что извините, такое мы не любим. Угу. 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 Согласна. Согласна. Спасибо большое. Спасибо вам. Идем дальше. Значит, еще раз просуммировать, что мы сказали о том, что если у нас есть свитч и в зависимости от каких-то кейсов выполняется совершенно разные алгоритмы работы с данными, ну или не алгоритмы, что угодно, какая-то логика разная выполняется, то можно посмотреть в сторону стратегии. Если это логика друг с другом не связано или если эти кейсы повторяются часто. Просто чаще всего картина такая. Вот этот такой свитч повторяется в нескольких различных местах. И наши стратегии будут иметь даже не один, это несколько. А класс клиента будет выглядеть очень аккуратно без этих свитчей, а просто получая необходимую стратегию и применяя ее. Выигрываем мы те же самые вещи. Начинается связанность, уходят депенденсы внутрь стратегии и клиент стратегии не знает об их существовании вообще, что там происходит за кадром. Я здесь хотела бы остановиться и сказать, что, конечно, все имеет предел в плане применимые в своей области применения. То есть если у вас там свитчкейс, в котором, ну не знаю, который должен остаться свитчкейсом, то не нужно пытаться это все переделать. С любым вынесением новых вот таких штук, как стратегии, фабрики и так далее, мы увеличиваем гибкость, это да, но мы увеличиваем сложность в какой-то мере. Потому что у нас из одного класса получается порой 16 или даже больше. То есть нужно понимать, когда он этого стоит, когда нет. Факторинг метод это то же самое, что мы с вами посмотрели при создании стратегии. То есть особенно если вы решили создавать какие-то стратегии, состояния или какие-то обработчики, то их создание лучше вынести в факторинг метод, потому что так легче тестировать. Показывать примерчики я тут не буду, мы что-то типа того смотрели. Покрыть такую factory, то есть можно эту factory будет замокать для тестов, потому что если вы делаете в коде прямиком var o равно new object, это вы не замокаете. И таким с помощью factory method мы добиваемся dependency injection, мы даем свою фабрику клиенту и переносим ответственность за создание объектов на фабрику. Также мы уже с вами посмотрели на null object. В коде часто встречаются проверки на null. Эти проверки нужны и без них никак не обойтись. И в большинстве случаев лучше так и оставить. То есть проверить, убедиться, что что-то не надо. Но бывают случаи, когда если что-то равно null, нам нужно дефолтное поведение. То есть поведение по дефолту. Там ничего не делать или вернуть дефолтовое изучение. Чаще всего эта штука называется ничего не делать, если null. Если у нас такой кейс, то очень удобно ввести null object, как мы ввели null стратегию. То есть она принимает параметры, но она ничего с ними не делает. Но при этом flow не поменялся. То есть она как будто бы полноценная стратегия. Просто она вот такая же. Null object немного упрощает и унифицирует работу. То есть мы работаем с null так же, как и с другими объектами. У нас теперь нет null, а у нас есть объекты, которые выполняют роль заглушек. Идем дальше, если нет вопросов. Дальше у нас будет монструозная штука. Здесь я хочу рассказать о том, как из большого метода, который много и сложно и долго обрабатывает данные, можно сделать chain of responsibility. Но я сразу говорю, что к chain of responsibility в его шаблонном виде, в том виде, где нужно передавать каждого следующему, мы не дойдем здесь, потому что это долго. Такие случаи встречаются очень часто, когда нужно один за другим выполнить какой-то процессинг в цепочке. Мы с вами просто разделим обработку данных на разные кусочки и вызовем их в определенной последовательности. Следующим шагом этого рефакторинга было бы заставить их вызываться в определенной последовательности самостоятельно, то есть автоматически, посредством chain of responsibility. что можно сделать. Ну давайте посмотрим. Так. Здесь нам уже известный промокод helper. А теперь он немного вырос. На самом деле он выглядит еще хуже, и мы в конце увидим его в полной своей красе. Но сейчас вот такой кусочек. Это опять только кусочек с валидацией. Известная нам часть с валидацией по schedule type. А дальше у нас есть еще валидация, оказывается, по некоему use limit type, в котором тоже есть у нас разные кейсы. А потом у нас есть еще какой-то кусочек валидации. Еще по одному кейсу. Все эти три кусочка между собой не связаны. Но первая часть явно видна, что это проверка по schedule, вторая по use limit, и третья по method discount item id. То есть их нужно выполнить в такой последовательности, и все они явно не обязательно должны находиться вот здесь. в этом классе все рядышком. Не будем сильно все делать пошагово. Уже, вы понимаете, у меня есть некоторые заготовочки. Будем немножко их использовать. Часть со schedule type мы уже отрефакторили. Вот мы ее сюда. Вот она нам знакомая. Все подготовительный этап. Ага. Окей. Можно все-таки делать все последовательно. Тогда попробуем сделать все последовательно. Оставим пока что часть со schedule type. Потом ее мы уже рефакторили. Потом просто посмотрим на результат. Берем то, что у нас по use limit. Что происходит по use limit. Есть тоже некий NM. Есть тип unlimited. Ничего не происходит. Есть другой тип parental. Происходят даже какие-то вызовы к базе. В следующем случае также происходит немного другой вызов к базе. Соответственно, у нас есть три стратегии. Для всех наших валидаций. Для первого пуска нам будет необходим start date и local time. Дальше нам будут необходимы еще какие-то вещи из пришедших параметров. То есть если мы все это хотим унифицировать, нам понадобятся модели, которые это в себе будут содержать. Для этого у нас будет вот такая вот моделька, которая в себе будет содержать данные, необходимые для того, чтобы провалидировать. И тогда наши валидаторы будут выглядеть вот так. То есть этот, сейчас еще раз, я вот так вот сделаю. И vertical.group Только соответственно наоборот, сейчас секунду. Вот наш кейс per day parental validaтор. Вот этот код переехал себе сюда. Но еще операции с базой данных переехали внутрь репозитори. Про репозитори мы еще поговорим о том, почему, когда и как выделять эти операции в репозиторе. То есть вот этот код переехал в соответствующий валидатор. Дальше parental validaтор. Это вот этот код, как вы видите, переехал сюда. И unlimited validaтор. Ну тут вообще все понятно. Ничего никуда не переехало. Точнее ничего переехало сюда. Так. Возвращаемся к коду. Это мы выделили вот этот switch. И остался у нас еще один валидатор на какие-то discount item ID. Вот этот код переехал сюда. Но вы не обращайте внимание, что я иногда в цифрах тут ошибаюсь. Для этого нужно покрывать методы тестами перед тем, как начинать рефакторинг. Чтобы таких ошибок не было. Так. Итого у нас есть три группы валидаторов. У каждого из них есть свой интерфейс, который на самом деле наследник другого интерфейса, где только он у нас. Вот он. Валидируем мы пришедшую модельку с данными. То есть данные объекта с теми, которые мы предполагаем валидными. Идея в том, что все они принимают common validation status. Common validation result, извините. И они могут апдейтить этот результат. То есть если мы присмотримся, то в случае ошибки они возвращают результат. Это такая наша внутренняя, даже не особо наша, а пришедшая на Miss Legacy система с валидациями. Но смысл в том, что эта штука позволяет нам как бы накапливать результат. То есть мы сейчас пронесем ее через все наши валидаторы и она нам что-то накопит, так скажем. Накопит эти эрроры или останется чистым. Так, вот наши три группы валидаторов. И теперь нам нужен общий валидатор, который возьмет эти три и завершит уже дело. Ну эта штука на данном этапе выглядит немного не совсем красиво. То есть ее еще рефакторить и рефакторить. Здесь мы не используем фабрики, чтобы создать необходимые валидаторы. Мы пользуемся такой штукой, как каждый из валидаторов реализует вот такой или похожий интерфейс. То есть если этот тип валидатора применим к данным, которые ему пришли, то он выполняется. К нам в конструктор инжектятся usage валидаторы, schedule type валидаторы и items валидаторы. Мы определяем usage валидатор, который применим к нашему типу. Выполняем валидацию. Передаем статус как переменную, который будет накапливать результат. Мы определяем schedule type валидатор и также валидируем. И дальше items валидатор также берет этот статус и валидирует. Соответственно на выходе мы получим статус со всех них. Что можно сделать? Это сделать здесь, добавить сюда действительно chain of responsibility и выровнять их в том, какой выполнять первым, вторым и третьим. На самом деле по бизнес-правилам в этом нет нужды в данном случае. Но, в принципе, бывают такие вещи, когда процессить нужно в строго определенном порядке, и тогда неплохо завязать chain of responsibility. Вот. Вопросы по этому примеру? Или комментарии? Пока вопросов нет. Ок. Так. Что дает нам такая штука? Опять же, мы вынесли... Наши валидаторы имеют теперь единственную ответственность, он валидирует то, что ему пришло. Он не валидирует все подряд. И если мы знаем, что проблема в том, что не валидируется schedule type, то вот он наш... Вот он. Папочка. И вот у нас их два. Мы даже, наверное, знаем, какое не валидируется. И здесь вот четыре строки. Все. И если бага, наверное, знак не тот поставили. Скорее всего. Вот. Других как бы тут немного. То есть не нужно пытаться объять вот это. чтобы пофиксить. Следующий наш примерчик будет о репозитории. Который, на самом деле, уже немножко проскочил в предыдущем примере. В частности, я буду говорить о рид-репозитории. Тот, который только для чтения. Идея в том, что чтение данных из базы нельзя делать в своих бизнес-классах. Ну, то есть это неправильно. Это неправильно по многим причинам. Во-первых, потому что бизнес не должен зависеть от реализации вашего хранилища. И даже несмотря на то, что, например, entity framework внутри себя на самом деле реализовывает паттерн репозиторий, это не значит, что нужно использовать db-контекст прямо у себя в бизнес-классах. Все, что нужно прочитать из базы у нас сейчас в проекте, и я считаю это неплохой практикой, выносится в репозитории. Специфические репозитории для специфического случая. примерчик. Он будет маленький. И он будет не связан с промокодами. Вот, он такой вот совсем-совсем маленький. У нас есть опять-таки какой-то валидатор, который должен провалидировать приходящий ему стринг. Это IMI-девайс-телефон. Он тут же прямо, не ходя никуда далеко, берет себе, вызывает db-контекст, получает некий девайс-инфо и полидирует. Все хорошо, но из-за того, что здесь есть контекст, нам нужно референсить Entity Framework. Мы завязаны на него. И если завтра мы решим, что, боже мой, все же переходят на NoSQL, там, я не знаю, все теперь стоят данные где-то в космосе, на Марсе. А мы не сможем, потому что наш девайс-валидатор очень тесно завязан на Entity Framework. Делается все просто. Делается девайс-репостер. Время – это употребление в виду в точке. Время – это не так. И так далее. Время – это не так. Большое – это не так. Мы будем includes это. То есть мы взяли наш код, который читал из базы, перенесли в новый класс. Пока ничего, ничего такого. Этот теперь класс должен иметь какой-то интерфейс. Если мы сделаем им просто вот такой вот себе интерфейс, который примет string, а вернет device.info, то как-то это все слишком узко будет для нас. Поэтому, так как мы собираемся все наши чтения из базы перенести, мы сделаем следующий. Read. Параметризируем. Параметризируем мы его критериям. Которым нужно будет выполнять чтение. И дейлезаут, который будет возвращаться. Будет это у нас дейлезаут. Да, этот репозиторий. Принимает он string. Вот такая вот штука. Но она все еще лежит в нашем проекте. Соответственно, мы никуда не делись от того, что entity framework придется референсить. Соответственно, эта штука переезжает куда-то в слой доступа к данным. Но здесь уже есть наш интерфейс. И здесь вот уже есть наш девайс репозиторий. Вот. Немножко схитрили, но вот так вот. Берем этот репозиторий и инжет. Так, моделька тоже у нас переехала. Значит, мы ее тоже переедем. Детворд девайс инфу. И референс на entity framework. Вместе с пакеджем entity и с конфигом entity framework модели. Вот такая вот штука. И у нас сейчас покажу еще раз. Вот этот read repository. У нас есть много разных интерфейсов для read repository. Есть, которые считывают один сингл элемент по критерию, которые вычитывают лист элементов по критериям. Потом над ними настройки, которые не являются репозиториями, потому что они читают из базы, но они читают из каких-то сторонних сервисов, которые у нас являются iRead сервисами, тоже, которые возвращают сингл или лист. То есть много разных реализаций. И они инжектятся в соответствии в классы, где они необходимы. И вот так происходит у нас работа с чтением из базы данных. Вопросы по этому кусочку. Я думаю, это было все очень просто. Репозиторий. Я думаю, что все уже давно их используют. Но все равно, открывая код, часто видишь DB-контекст внутри бизнес-логики. Поэтому хотелось напомнить. Итак, мы с вами посмотрели на то... А, мы не поговорили, что нам делать репозиторий. Ну, мы на самом деле об этом поговорили. Мы избавляемся от референсов на специфические реализации и хранилища. Если завтра куда-то переезжаем на SQL, в файлики, будем, начнем записывать блокноты, я не знаю, то мы переписываем репозиторий, мы не переписываем бизнес-класс. Мы с вами поговорили о некоторых подходах и о том, как понять, какие маркеры, например, свитч и файлс, нал-чеки могут натолкнуть нас на мысль, используя тот или иной паттерн. Вот. Каждый кейс, он уникален и паттерн в своем изначальном виде не всегда применим, но, как минимум, они, прочитав описание паттерна, можно, они могут натолкнуть вас на паттерн. Вот. Так, у нас есть еще немножко времени, да, я надеюсь. Сейчас мы попробуем все это консолидировать в одном большом примере, если вы не против, если вы там еще не начали засыпать и не совсем изголотались. Паттерн класс, который приближен к реальности. Но на самом деле мы его уже видели, мы его уже видели, но здесь мы посмотрим на него в связке, посмотрим на него вот в изначальном виде, какой он был. Наш промокод хелпер. Значит, на самом деле он еще вычитывает что-то из базы. Потом он что-то валидирует. Потом у него есть еще некий метод, который называется чек промокод can be applied. Здесь пунктуация как бы соблюдена. Это практически реальный кейс. Ну, немножко. немножко переделанный. И также мы их мы apply промокоды с какими-то с какими-то различными с различной логикой. Но интересно еще посмотреть на то, как используется этот класс. Вы видите, здесь есть четыре публичных метода. Используется он в промокод менеджере. промокод helper. Вот видим четыре вызова. Мы вызываем файл промокод, мы что-то находим, потом мы его валидируем. потом, если все прошло успешно, мы что-то проверяем. То есть того, что мы здесь провалидировали, было достаточно, мы теперь еще что-то проверяем. Примерно с теми же параметром. и если все окей, то мы делаем апплай. Интересная штука в том, что, например, если опустить это, можно сделать апплай. То есть можно сделать вывод, что наш промокод helper отдает наружу слишком много того, что не надо. Клиент не должен решать, какие методы последовательности вызывать, для того, чтобы класс работал правильно. То есть если мы можем опустить какой-то кусок валидации, то, будучи клиентом класса, мы его обязательно опустим. Соответственно, поменять придется не только сами методы, но и всю сигнатуру. Выделить какой-то интерфейс из этого промокод helper. Смотрим, что получилось. сразу смотрим, что получилось. Получилось очень много разных классов. Значит, во-первых, вот эти методы с валидацией, которые вызываются здесь в очереди. Validate, а затем Check. вот он Validate, который делает Common Validation Result, что-то делает, 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 а потом Check, который также формирует Common Validation Result, что-то делает, делает, делает. это все сразу становится один методом. Это все сразу становится один методом. немного меняется список параметров. Немножко он управляет, то, что там не получилось. теперь у нас есть один большой метод, который что-то валидирует, и мы его уже, наверное, узнаем. это же наш Schedule Type Validator, вот это наш Use Limit Validator, еще один Item Validator, здесь еще затесался такой промо фильтр, который тоже читает из базы, как мы видим. Теперь посмотрим, как они будут выглядеть в переделанном виде. Ну, на Schedule, на Тет-3, которые мы уже смотрели, мы будем смотреть. Фильтр будет выглядеть вот так. То есть, вот, вы видите, читает из ДБ контекста, затем что-то проверяет. Чтение из ДБ контекста вынесено в репозиторию. Вот пример с репозиторией, промо под фильтр с репозиторией, читаем здесь, всякие условия накладываем здесь, в валидаторе Injecting 3 репозитори, получаем модельки и валидируем. это что касается валидаторов. Дальше, Find промо код. Читает из базы по какому-то параметру. Об этом мы уже разговаривали, опять делаем репозитори. Промо код by entity фреймворка наружу клиентам этих репозиториев, потому что entity из entity фреймворка, вот промо код, если посмотреть, она имеет в себе аннотации, атрибуты, которые свойственны чисто ему, соответственно, выставлять это наружу неверно. И, скорее всего, нам не нужны, возможно, нам не нужны все поля нашей entity. Мы отдаем только db-модельку, которая будет нужна классу юзеру нашего репозитория. Идем дальше. Apply промо код. Наконец-то мы пришли к методу, который уже не валидирует, который уже будет что-то делать. Делать он будет следующее. Он по пришедшему промо коду, точнее, пришедшему айтему изменяет цену в соответствии с промо кодом, который мы до того долго-долго валидировали. Это превращается у нас в сервис calculation сервис, который, как мы видим, здесь есть свитч, и здесь тоже есть свитч по discount type, который что-то делает разное в разных случаях. Мы сделали разные стратегии, которые назывались сервисами. И теперь у нас есть fixed стратегия, которая имеет методы и уже ничего не проверяет не свитчет, не не fade, а просто возвращает. percent, которая тоже делает. Сейчас я покажу, что это все переехало. То есть вот этот код переехал вот сюда. А вот этот код переехал вот сюда. Ну понятно. И но как вы считаете, потому что как мы видим, мы здесь если кейс не сработал, мы все равно не бросаем никаких ошибок, мы все равно возвращаем результат. Соответственно, мы правильно было бы сделать вот так. Соответственно, мы сделали такую пустую стратегию, которая ничего не дает. И тут по дефолту возвращался на, мы тоже вернули. и calculation service. Здесь мы тоже воспользовались той же техникой из applicable. Так как-то у нас повелось. Я не уверена, что это лучший подход или худший. То есть есть выбор между фабрикой и вот такой стратегией из applicable. В чем разница? В том, что если вы добавите новую стратегию, в случае из applicable, вам нужно будет только добавить новый класс, который реализует интерфейс. так как сюда инъектируются все реализации этого интерфейса, она сразу попадет во все классы клиентов и вам не нужно будет переписывать factory. Потому что если у вас есть factory, вам нужно будет добавить свой новый тип стратегии еще туда. Поэтому у нас поддерживается такого подхода. Итого у нас есть сервис, который умеет считать. итого мы теперь из нашего промокод helper. Вот он. Будем делать новый с красивым названием промокод сервис. Вот он. Значит, что у нас здесь? У нас, во-первых, появился новый интерфейс. Вот такой. Говорит apply. Что он сделает? Он вначале провалидирует, а потом зааплает. и у клиента нашего сервиса просто нет выбора. У него нет шансов не вызвать validate, нет шансов забыть какой-то второй метод, третий и так далее. У него есть только один. Вот. У сервиса есть репозиторий. Из этого репозитория вначале вычитывается промокод. Затем у него есть валидатор. Точнее, один валидатор, который в себе содержит много валидаторов. То, что мы делали в предыдущем примере. Валидатор валидирует. Если все ок, мы apply. В apply у нас есть calculation service. Все, все обязанности разделены, все предели, классов много. Сейчас вам разверну валидаторы, вы вообще удивитесь. Вот эта штука на 168 строк, это может быть сильно много классов, но я наверное не буду рассказывать, чем хорошо, когда классы следуют принципам solid. Если они им следуют, то с ними работать легче. Но это up to you, всегда насколько вы в аккоре факторите, насколько это нужно, и сколько это повлечет за багов. Вот эта штука теперь тестируем. Каждый малюкусенький валидатор можно покрыть тестом, и он будет проверяться себя. Вот. На этом с примерчиками у меня все. Вот такой у нас был сегодня практик. Я себе в таком виде вижу вообще процесс рефакторинга. Что-то так сумбурно делается, делается, приводится все лучше и лучше. на каком-то этапе становится вообще хорошо, но оказывается что-то забылось. И в конце система получается какой-то более стабильной. На этом у меня все. Сувальцем слушаю ваши вопросы и комментарии. Про ини-тесты хотелось бы сказать, что тоже все классно, но все равно в конце придется на какие-то общие сценарии писать. Не знаю, это будет займать очень много времени, но с этим ничего не сделать. То есть 28 мог создать каждый раз? Это да. Но если у вас есть какой-то контейнер, dependency injection контейнер, то это не так сложно. Вы его на сетапе или ну и моки тоже автоматически можно посоздавать. Вы мокаете все, что вам не нужно и оставляете один валидатор, который вы тестируете незамоченным. И вперед. Ну по-хорошему. Да, слушай. У меня вопрос по поводу производительности. Насколько мы парифакторили и получилось очень много классов. Это по каждому объекту насколько это влияет на производительность или это зависит от конкретного контейнера dependency injection? Ну да, то как все инжектится, то это приносит конечно лод в систему, что нужно их все посоздавать, но при том современном как бы в современном мире этот лод совсем небольшой. Конечно, если вы запустите эту штуку и будете создавать миллион раз этот наш промокод сервис, то он может ну то есть если у вас есть такая необходимость, то можно подумать, что с этим сделать. Но так как я говорила в самом начале про наш большой большой класс, то там префакторинг нам помог увидеть те куски, которые вообще были не нужны. То есть да, мы создали очень много классов, они теперь инстанцируются, но зато мы убрали столько логии, которое процессило, то есть ну сколько займет создать несколько дополнительных классов, это доли секунды, миллисекунд, а сколько займет прогнать там большущий цикл и потом просто забыть о его результате, то есть такие вещи могут найтись во время рефактора. Ну это конкретно просто плохой случай метода какого-то. Хорошо, я понял, спасибо. И еще вопросы? Окей, таки. Я надеюсь с этим чудо-кодом провела много времени, возможно кто-то совсем на другом уровне находится в рефакторинге чем я, то как бы спасибо, что все равно послушали, а кому приходиться мне будет очень-очень радостно. Но если какие-то вопросы, меня можно найти в скайпе, можно найти в внутренних корпоративных всяких ресурсах. Про рефакторинг я разговариваю много и с удовольствием.